Всем привет! Я очень благодарен организаторам конференции, что мне наконец позволили выступить с докладом с такой темой. Света очень подробно рассказала о том, как делить конвейер на бутик. Я чуть-чуть подробнее затрону эту тему, и это будет немножко до денег. Здесь хочу, кто меня не знает, давайте познакомимся. Я руковожу агентством Биткей. Мы вообще никак не сегментируемся ни по потоку, ни по конвейеру. Мы все для всех делаем, потому что платежеспособных клиентов мало. И, насколько я знаю, на российском рынке, например, существуют только агентства, которые работают отдельно на недвижку. Есть те, которые работают чисто на финансовый сектор. На Западе это более распространено, но мы такого выбора сделать не можем, мы работаем просто со всеми. Значит, я расскажу в первую очередь про… Скажите, пожалуйста, кто знает феномен человека-снежинки? Кто? Так, раз, два, три руки, четыре. Все. Класс. Значит, вам должно быть интересно. Это как раз немножко про ту историю, что вот есть семь человек, когда поток превращается в конвейер, а нет, ремесленник превращается в поток. Вот. Ну, здесь будет не про, скажем так, не про пять-семь человек, а, ну, принципиально сама штука. Как вообще развивается агентство? Вот этот самый ремесленник, как сначала вот ничего у нас нет. Вот. Вы решаете открыть агентство, вы классный специалист. У вас появляются первые клиенты, первые сотрудники, пошел какой-то процесс, их становится в какой-то момент больше, вы развиваетесь, все отлично. Потом каждый сотрудник начинает кушать понемножку ваше время и ваши мозги тоже. Вот. И, скажем так, если это пять сотрудников, которые едят по 20% вашего времени, то у вас его, ну, в какой-то момент просто не остается. Ну, есть еще какой-то продукт, который ваше время тоже требует, потому как сотрудники, они ведь не знают вашей большой идеи, нужно на чем-то работать. Потом добавляются дополнительные услуги, вы развиваете агентство, у вас появляется какая-то аналитика, автоматизация, и ваше время просто-напросто кончается. В какой-то момент вы перестаете понимать, потому как вопросов, которые перед вами ставят сотрудники, которые необходимо решить, намного больше, чем вашего времени. Вы перестаете владеть информацией вообще о том, что происходит у вас в компании, ну, или у вас в отделе. Бумц. И тут ты стал человеком-снежинкой. Вот такая штука. Это известный комикс, на самом деле, можно его найти там с другими рисунками в интернете, но он имеет определенное продолжение, которое... Оно свойственно не только вообще для диджитала, не только для SEO, практически для всех. Когда компания растет, вы в какой-то момент начинаете делегировать руководителям отделов уже не, собственно, не линейную работу, вы начинаете делегировать составление регламентов, контроль за процессами в компании. Ну, и пытаетесь максимально снять это с себя. Что происходит потом? А потом эта история масштабируется в ваших руководителей отделов. Это очень классно. То есть вы вот такой счастливый и довольный все делегировали, а у них все плохо. Тут они выгорают, перестают контролировать процессы, которые остались у них в отделах, ну и ваша история повторяется. Вы остались один на один с теми же процессами. Ну, как это можно было бы сделать? Когда руководители агентств, когда вы им делегировали не только разработку регламентов, не только контроль процессов, да, вы им рассказали ту же самую историю и проконтролировали, чтобы на работу с операционкой у них уходило там не более какого-то процента времени. Я скажу так, что в разных агентствах это очень разный процент, поэтому называть конкретные цифры я здесь не буду. Главные принципы, как это донести до своих руководителей, чтобы не случилась история Человека-Снежинки уже среди них. Вот все знают, что в студии Артемия Лебедева, когда дизайнер становится арт-директором, у него с компьютера сносится фотошоп. Есть здесь руководители SEO-компании, у которых есть руководители SEO-отделов, да, поднимите руки, пожалуйста. Вот Андрей Буйлов поднял руку, Игорь Иванов, Дима Шахов не хочет руку поднимать, ну и ладно. У ваших руководителей SEO-отделов, кей-коллектор на компе стоит, у Андрея Буйлова вот стоит. Это что значит? Это значит руководитель отдела своими руками работает с семантикой, правильно? А, у тебя тоже стоит, отлично. Вот, это одна из главных проблем, нам в свое время удалось эту проблему решить именно таким образом. Сносим вообще весь софт, у руководителя время должно уходить в первую очередь на управление. Ну и есть такой интересный принцип, меня ему научил мой экс-партнер, значит, с которым у нас была компания, там чуть больше, там не 7 человек, там было их 26. Даже была такая штука, значит, ну вот как договорили, 5-7 сотрудников можно контролировать отделе. Вот я как-то приезжаю, значит, я в Москве работал, значит, компания в основном в Харькове, я приезжаю, идет, значит, человек навстречу, здоровается, я не знаю, как его зовут вообще. Я к партнеру, значит, подхожу, Саш, а это кто? Он говорит, слушай, я не знаю, а хоть в каком отделе работает? Слушай, я не знаю, ну давай хоть трудовой договор посмотрим. Короче, мы примерно часа 2 искали нужный договор, потому что устроился 3 человека, в итоге пришлось собрать совещание из руководителя отделов, найти, что это за человек. Вот, это про то, как вообще контролировать, что у вас в агентстве происходит. Значит, еще важный принцип, тоже про тот же кей-коллектор на компьютерах. Всегда, когда вы, вот классный специалист, делегируете кому-то что-то, он это сделает всегда в 100% случаев хуже. Ну, по вашему мнению, хуже. С этим придется просто смириться, если вы с этим не можете смириться, ваш путь, путь ремесленника, все. Вот, хочу перейти ко второму разделу, это про, так сказать, тот вопрос, который затронул Игорь Иванов, когда у бутикового агентства отваливается 2 сотрудника или 1 клиент. Я хочу здесь рассмотреть на примерах нескольких агентств, кстати, реальных агентств, как это может быть, вот такой термин, как агентская волатильность, что там происходит. Кейс номер 1, это у нас конвейерное такое, ну или я не знаю, или это потоковое свет, это поток или конвейер, если 600 тысяч рублей оборотка всего. Ну, вот такое небольшое региональное агентство. Ну, ладно, ладно, ну я бизнес-процессов здесь сейчас касаться немножко не буду, да, тут много других нюансов. Смысл в том, что когда у такого агентства, когда это 30 клиентов с чеком средним 20 тысяч рублей, это нормальная такая региональная история, что у них происходит, когда отваливается один клиент. Ну, в принципе, ничего страшного, на 3% у них снизился оборот, на 3% освободилось время сотрудников. Все в порядке. Но все-таки надо померить, что сколько клиентов должно уйти, сколько сотрудников должны заболеть гриппом для того, чтобы случилась, так сказать, авральная ситуация, им пришлось бы срочно заниматься продажами, либо срочно заниматься поиском кадров. Ну, это, как известно, процесс не быстрый, не просто нашли на рынке специалиста и вот он сел работать. Значит, тут получается так, что это целых 20 клиентов у нас вместо 10 уходит в год, ну, вот стабильно уходит там десяток. Все, это есть недозагрузка производства. Эта история маловероятная, потому что здесь все риски, связанные с клиентами и сотрудниками, они разбросаны и по штату, и по обороту. Когда такое агентство начинает расти, это то же самое агентство, просто спустя полтора года. Вот. Вот там уже 20 человек. Это тот же самый конвейер. У них немножко подрос средний чек до 25 тысяч рублей. И это 80 клиентов. Все, здесь уже, здесь какая история, волатильность здесь намного ниже. Клиентов, для того, чтобы они почувствовали себя плохо, нужно, чтобы ушло сколько? 8-10 штук лишних. Практически нереальная история. Но, конечно, при таком росте страдает маржинальность самого агентства. Ну, это известная история, когда агентство растет, как правило, фаундеры начинают зарабатывать все меньше и меньше денег. Ну, это в процентном соотношении. Здесь, вот, вы видите, владелец, руководитель в одном лице может положить в карман уже аж целых 240 тысяч. Класс. А теперь вот, когда это агентство еще чуть-чуть растет, вот уже 50 человек там, 100 клиентов. Средний чек здорово подрос. Два раза там от первоначального значения. Ну, маржинальность упала, ничего страшного. Но, смысл в чем? На эти 100 клиентов, значит, как-то начинать себя плохо чувствовать, когда у них отваливается. Ну, это волатильность на уровне, это имеется в виду, что 3-4 процента, 3-4 клиента, когда отваливаются или приходят лишние, они не чувствуют это никак примерно. Если больше, начинают чувствовать. Вот. Ну, вот пока до такого уровня не дойдешь, есть эти самые проблемы и с гриппом, и с клиентами. А как это работает у бутика? А, ну, еще, еще, смотрите, такой интересный вопрос здесь про то, сколько денег владелец может положить себе в карман. Вот, ответьте себе честно на вопрос, кто из вас готов отнестись к своему агентству просто как к бизнесу, но нет наемного директора. Есть такие? Вот, целых 3. 3 человека готовы. 3 человека готовы. Это очень немного. Как правило, мы зарабатываем на этих агентствах настолько мало, что заменить себя другим человеком просто не можем. Как это работает у бутика? Это тоже абсолютно такое реальное агентство. То есть я слышал здесь цифры про бутик там за, там с чеками 500 тысяч, 5 миллионов. Но на деле, если мы будем смотреть не только на Москву, но и на регионы, эта история выглядит немножко не так. Это вот чеки там 200 тысяч рублей, 3 клиента. Тоже небольшое региональное агентство. Это, естественно, 3 классных специалиста, каждый из которых хорошо делает свою работу. Как только уходит один клиент, ну и всего 3, все, денег нет. Надо срочно искать замену этому клиенту. Или закрывать агентство. То же самое происходит, когда уходит хотя бы один сотрудник, либо заболевает. Поскольку конвейерное агентство, бутиковое агентство, оно работает, значит, оно как ориентируется на тех сотрудников, которые там экстраспециалисты. Вот. Когда такой специалист уходит, все. А вот тоже реальное агентство, бутиковое. Как вам средний чек в 100 тысяч рублей? Это причем агентство, которое работает с западными клиентами. То есть это уже даже немножко не российский рынок. Подход здесь такой. На каждый проект собирается команда в 5-6 человек. Это, ну, для бутика это нормальная история. У всех высокие компетенции, высокие зарплаты. Ну, в чем прикол? Два сотрудника гриппом заболели, да? Все, агентство в убытке. Маржинальность здесь, конечно, получается намного интереснее. Мне кажется, что в бутике денег меньше, но это не всегда так. Вот по сравнению с конвейерным агентством того же объема, руководитель, владелец может чуть-чуть больше денег себе положить в карман. А когда такое агентство растет, вот, это вот тоже реальное агентство. 70 человек. Нет, это не компания-семантика Игоря Иванова. Нет, это не они. Ну, можно помечтать, конечно. Вполне реальное агентство. В чем здесь главный нюанс? Оборот 11 миллионов, 70 человек. Владелец кладет в карман 330 тысяч рублей. Это вот мы рассматривали потоковое агентство, да? Там оборот поменьше. У вас, не, почти в три раза получается. Разница в 10 тысяч рублей в карман. Как вам это? При этом, при этом смотрите, какая история. Один клиент ушел, все, мы в убытке. Получается так, что будьковому агентству намного сложнее при прочих равных продать свои компетенции за те же деньги. Точнее, за большие деньги продать. Где? 500 на 32. Где-то опечатка. Либо, ну, в общем, да, 22. Это 22 клиента. Там опечатка, я прошу прощения. Но если из 22 клиентов 10 уйдет, то это вообще катастрофа для агентства. Значит, давайте здесь сравним. Смотрите, я не могу выделить там отдельно поток, конвейер, ремесленник. Я вот к этому отношусь, как есть подход будьковый, есть потоковый. Все. В конвейере потоки, как угодно, там получается на самом деле больше денег. За счет того, что риски диверсифицированы по этому количеству клиентов. Мы работаем со всеми подряд. Мы работаем с любыми чеками. И уход таких клиентов мы переживаем очень легко в плане финансов. Когда у нас в бутике уходит один-два клиента, это, как правило, было катастрофично. нашли определенный предел нижний для конвейерных компаний, когда можно вздохнуть свободной грудью и позволить сотруднику больничной. Это оборотка в 2 миллиона рублей. С этим можно, конечно, поспорить. Разные цифры могут получиться у вас. Вот я посчитал это 2 миллиона. Бутик, конечно, всегда делает более ценный продукт. Идея изменить мир, как рассказывала Светлана, это очень классно. Но чтобы эту идею реализовать, нужно еще как-то денежку получать, потому что кушать мы все хотим. Следующая под тема, о которой хочу поговорить, это про работу с когда вы открываете агентство вместе с партнером, либо делаете это самостоятельно. Есть тут те, кто вообще только планирует делать свое агентство? О, два человека. Классно. Может быть, мне получится вас переубедить это делать. Как? Вот известно, уже, так сказать, картинка, которую вы видели, как она, как это работает, когда партнеров два. Ну, одному же сложно, тяну вдвоем, получается еще сложнее. Почему каждый лезет везде, всюду, выполняет не свои функции? Получается, что человеческих ресурсов расходуется больше, но результаты намного меньше. Значит, это вот я сел и расписал вот в табличку. Вот я хочу делать агентство. Мне вот пришлось недавно, там практически с нуля его начинать строить, да. Вот хочу я его делать сам или хочу делать с партнером? Я не призываю брать вот эту табличку за какую-то основу. Возможно, у вас это будет что-то свое. Да. Мы расписываем просто все плюсы и минусы, принимаем решение. Нам лучше так или так. Для меня, например, важно было сейчас сейчас агентство, которое мы строим, оно одно с партнером, с миноритарным партнером, но тем не менее, я решил, что так будет лучше, потому что без партнера будет меньше денег. Примерно так. Если есть определенная выгода, надо делать. Самое важное при построении партнерского агентства не четко разделить все обязанности, четко разделить все процессы для того, чтобы вы не занимались одним и тем же. Что еще важно, это такая интересная табличка «Наш управленческий учет». Тут, естественно, все данные заменены. Можно посмотреть, как это выделить. Я знаю, что у многих есть такая проблема, когда каждый из партнеров, вот этот отвечает за работу с этими подрядчиками, этот с этими, этот отвечает за такие процессы, этот за такие. Важная штука это деньги. Это хождение денег, это расчет того, кто сколько должен заработать, кто сколько должен получить. И очень полезная штука, чтобы посчитать, насколько рентабельно работать с тем или иным клиентом. Когда вы ведете агентство самостоятельно, еще, если у вас какой-нибудь ИП на упрощенке, то это вообще классно. Деньги компании это мои деньги. Вот у кого так было? Поднимите руки. Два человека всего. А все остальные сразу разделили вот это деньги компания, вот это мои? Класс вообще. Ничего себе. Вот. Про то, как должны делиться компетенции с партнером. Вот я, например, классно умею собирать семантику, но из меня предприниматель примерно никакой. Я умею там дорого продавать, но деньги зарабатывать не умею. Я привлекаю человека, который умеет делать какое-то бюджетирование. Это может быть важно. Вот важно признаться самому себе, что каких-то компетенций не хватает. Пока кажется, что я могу все, вот на самом деле ничего не получается. и смотрите, в чем еще нюанс. Была у нас такая история. Приходит человек в агентство, вроде устраивается работать в такой-то отдел. У него есть начальник отдела, а еще есть три директора. И каждый ему дает противоречивые указания по одному и тому же случаю. Человек просто встает и увольняется. Я не могу работать четырьмя начальниками. Вот здесь важно, чтобы руководил агентством при этом кто-то один. Четвертая история это про то, как мы решили продавать все, имея компетенции в SEO. Что такое перформанс маркетинг? Кто знает такая вот комплексная услуга? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек знают, семь. Значит, вот мы тоже, как мы это узнали, умели делать SEO-таргетированную рекламу, больше компетенции не было. Ну, собственно, это были компетенции фаундеров, соответственно, сотрудников нанимали, обучали под эти два направления. Тут приходит проект, у которого много денег, но надо делать больше, чем мы умеем. компетенции. Если бы мы были IT agency, например, мы бы, конечно, отказались, но нам очень хотелось заработать денег, и от клиента такого мы отказываться, конечно, не стали. Закрыли субподрядчиками, например, на ту же контекстную рекламу был субподрядчик, по настройке CRM, IP-телефонии, отдельный подрядчик, внедрили туда BITREX24. Все классно. А вы бы, кстати, взялись, вот пришел проект такой на 350 тысяч рублей в месяц. Поднимите руки, кто бы взялся. Так, взялись. А кто не взялся бы? Игорь Иванов не взялся бы, например. Посмотрите на мудрого человека, почему не взялся бы. Вот что получилось по итогам. Вроде как, ну, мы там не последние ребята, на подрядчиков мы потратили почти все деньги. Сделали они все примерно никак. Поскольку компетенции у нас в контексте на тот момент не было, это история там четырехлетней давности, поскольку компетенции не было, то сделали они кое-как. Задачу мы просто не могли нормально поставить. А клиент, он был не настолько компетентен, чтобы контролировать работу дворцологов и директологов. Значит, самая классная штука получилась у нас с блогерами. Это все, что касается инстаграма. У нас просто взяли денег, ничего не сделали, потому что работать с агентствами было ну, как бы уже невыгодно. И так на подрядчика все деньги потратили. Ну, а блогеры просто взяли денег ни за что. Вот. При этом мы кое-как почти доползли до тех KPI, которые были запланированы. Естественно, мы ничего не обещали при этом. Но мы это планировали, мы это просчитывали, вот только на 70% все вытащили. Ну, и как кейс нас спас исключительно подрядчик по email маркетингу. у нас была наработана очень классная база тех, кто это был e-commerce проект, кто сделал хотя бы один заказ. И вот по ним удалось отработать очень хорошо. KPI в данном случае это были заказы со средним чеком выше определенного значения. Вот так-то. А теперь самое интересное. Вот они 350 тысяч, а вот что мы заработали за все время жизни проекта. Все еще взялись бы? Плюсы ладно, да, а если в минус? Но главный нюанс, вот после того, как такой случай произошел, пошли и сделали работу над ошибками, что вообще, как бы можно было этого избежать. Так вот, если бы мы только SEO делали, мы бы заработали столько же от всего остального отказались. Но тут важно, заказчик был готов работать с несколькими подрядчиками или нет. В данном случае он был готов, но мы хотели больше денег, поэтому взялись за все. Вот немножко такая поучительная история. А, конечно, мы эту проблему дальше решили, начали наращивать эти компетенции, вот, но об их экономике совершенно другая история. И что здесь важно, вот с этим проектом с перформанс маркетингом мы просто реально облажались. Если бы не сделали, не научились. Здесь важно, что многие подняли руки, взялись бы за такой проект, даже если бы взялись и облажались, это важно, это очень полезно. Кто не лажает, тот можно сказать и не учится. Ну и последнее, это личная история. У меня недавно случилось, собственно, в 2016 году было открыто новое агентство, в мае этого года я продал долю в нем, несмотря на то, что оно было основано на моем имени, фактически на личном бренде. Оно было успешно продано, я пошел строить вообще все с нуля. И хочу поделиться некоторыми фишками. Да, лебедь, рак и щука здесь неспроста. У нас изначально там было три партнера. И главная фишка агентства на троих было то, что нам пришлось сразу договариваться. Ты отвечаешь за это, ты за это, я за это. Несмотря на это проблемы были. Вот как раз та история про четырех руководителей. Ну здесь про трех руководителей над одним человеком. Пришлось снова прорабатывать, делить эти обязанности. это приходилось делать почему-то бесконечно. Мы изначально это сделали, через полгода это сделали. И все равно не могли не завазить процессы друг друга. Значит дальше. Про человека снежунку. Это первый кейс. Здесь пришлось научиться делегировать в общем-то все. Вот ты руководитель отдела, вот ты строй все сам. Примерно так. Все помогу, все расскажу, но все сам. Я ни одной кнопки не нажму даже, чтобы разместить вакансию на HeadHunter. Важный момент, который был, это значит, еще раз поднимите руки, кто там готов наемного директора содержать. Два человека готовы. вот вот мы взяли и у нас было два фаундера, которые работали в агентстве и третий, который его исключительно финансировал и ну в смысле он держал оборотку. Вот. И тем, кто работал, мы взяли и выделили зарплаты. Причем зарплаты на уровне ну как бы вряд ли бы мы нашли других людей, которые бы за такие деньги согласились выполнять руководящие роли в агентстве. вот вряд ли. Вот рядовых сеошников, да, наверное. Ну, тут начали считать деньги, оказалось, что мы там собираем совсем не 30% от оборотов клиентов, да, вот. Вот есть отдельно зарплата, а прибыль у нас намного-намного меньше. Появилась известная такая штука, которая бывает в партнерском бизнесе, вот я делаю все, а мой партнер ничего, почему я должен с ним делиться прибылью. Я с этим сталкивался даже когда занимался системной интеграцией, у нас там целых 4 партнера было. Вот, очень сложная история. Ответственность была везде разделена, все отлично, но в какой-то момент, когда денег становится достаточно много в компании, кто-то решает, а не пора ли избавиться от партнеров. Вот, увы, такая история, она бывает. Нет, не в смысле пойти завалить, да? Никто никого не убивал, но тем не менее. Вот, и эта вот проблема, которая сработала лично у меня, это вот, это денежная мотивация. То есть, конечно, да, там изменить мир хотелось, но в первую очередь это деньги. Я пошел и сделал там какую-то часть в этом агентстве для того, чтобы заработать денег. Вот, давайте себе вот честно признаемся, кто строит агентство не ради денег. Есть такие? Вот, не ради денег. Вот. А ты себя успокаиваешь этим. Отлично. Ну, так вот, ребята, чтобы заработать 30 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, мотивация несколько разная. Партнеры здесь могут немножко мешать. Вот, когда ты оптимизировал, где-то срезал косты, где-то так сказать перестроил процесс, куда-то вторгся, вроде как компания заработала больше денег, но эти деньги заработал не ты. Вот, они как бы делятся на троих, вы втроем там решаете, мы сейчас потратим на развитие компании или положим в карман. Вот и все. А, ну и, конечно, агентство, которое делали, оно было изначально бутиковым. Команда проекта насчитывала не менее пяти человек. Это обязательно был проект менеджер, это был отдельно руководитель отдела по основному направлению, специалист по этому направлению, обязательно смежник, обязательно аналитик. Вот, был минимальный набор. Смежник, имеется ввиду, если делали только SEO, да, то там был определенный пиписишник. Зачем это отдельная история? Ну, так было надо. короче говоря, вот этот самый бутик с постоянным перераспределением ролей между партнерами, с тем, что каждый видел по-разному дальнейшее развитие агентства. Этот хотел так, этот хотел всяко, я хотел так. Вот, и мы постоянно об этом договаривались, но в голове держали, что надо прогнуть свою линию. но вот это рецепт успеха, можно сказать, бутик с разными стратегиями в головах фаундеров это гарантированные убытки в конечном счете. Вот, потом, потом что случилось? Когда агентство начало работать, работало очень классно, услуги были высочайшего качества, но оно перестало приносить деньги. Вот, все было, как я хотел, но вот в этом месяце денег у меня в кармане стало меньше, в следующем еще меньше, в следующем еще меньше. Что в этом случае, вот, как бы вы поступили в этой ситуации, вот, особенно те, кто поднимал руку про наемного директора, что бы вы сделали? Агентство не приносит вам деньги какое-то время. Ага, Андрей Бойлов уволил бы директора. у директора никогда не может быть не привязана зарплата к прибыли, но в противном случае он будет делать ничего. Нет, продавать. Ну вот, я пошел, продал. И знаете, что получилось в итоге? Ну, во-первых, с этого удалось, я не знаю, истории с продажей агентства, их не так много, но в итоге получилось так, что на выходе есть два агентства, каждая из которых, вот, если все сложить, зарабатывает в сумме больше, просто потому, что при этом один и тот же партнер есть и там, и здесь. Вот. Прикол в том, что просто пошли в разные стороны, просто пошли. И та стратегия оказалась правильной, и эта. Вместе они не уживались вообще никак. Ну и был вариант с тем, что не продавать, а вот взять и разделить. Вот этот кусочек агентства будет заниматься этими процессами, этот, этими. Посчитали, оказалось, что ну, агентство было маленькое, если мы сейчас разделимся, там будет как раз примерно там по 7-8 человек, с учетом тех, кто уйдет. И мы просто не выживем, потому что не будут закрыты компетенции, по крайней мере, здесь не будет SEO, здесь не будет PPC, здесь будет все плохо с аналитикой. И просто не выжили бы. Вот. По-другому эта история была бы, если бы в агентстве работало там 60-70 человек, когда все должности были бы продублированы несколько раз, разделить было бы возможно. Здесь нет. А, ну, это, собственно, это результат, который есть на сегодняшний день. Все. У меня все. Я хочу подвести итоги по всем, по всем разделам с человеком снежинкой. главное, что руководителям отделов нужно делегировать не только выполнение части, но и построение процессов. Большой клиентский бюджет это не всегда большие деньги. Вот. Многие руководители агентств говорят, вот, если бы мы, как и вы, брали проекты там с бюджетом в 300 тысяч рублей в месяц, мы бы ого-го. Так вот, ребята, не ого-го. Денег там еще меньше, чем в проектах за 15-20 тысяч в конечном счете. Если, конечно, не все эти деньги идут в карман одному человеку. При работе с партнерами работайте, берите их только в том случае, если понимаете, зачем. Не если у вас меньше времени, а если у вас не хватает каких-то компетенций, если у вас, если вы понимаете, что так вы оба заработаете больше, при этом задумываетесь о выгоде не только для себя, но и для партнера. Нет выгоды для партнера, в какой-то момент он может отвалиться. Все. И что касается перформанс-маркетинга и как SEO-агентство берется за все подряд, беритесь, пожалуйста, только за то, что вы реально можете выполнить. Если вы сейчас не знаете как, не исключено, что на этом вы только потеряете денег. У меня был успешный кейс, там получился плюс на эти 24 тысячи рублей. Были еще менее удачные, когда взяли за больше, чем могли и потеряли. Абсолютно реальная история. Когда вы работаете по накатанной, по процессам, которые у вас уже есть, вы заработаете больше всегда. У меня все. Всем спасибо.